Шагом, марш! Олег Валерьевич немного переживала мама, но отговаривать даже не думала. Ведь служение Родине – это долг, честь, защита родного края и близких. Мама одобрила, сказала, хорошо, иди. Достойная профессия. За время прохождения службы по контракту Олег Кубышкин успел побывать во многих городах России и зарубежья. Командир взвода связи руководит личным составом, и пока на периферии выполняются важные задачи, поставленные вышестоящим начальством, здесь, в Самаре, семье Олега Кубышкина обеспечен надежный тыл. За три года Олегу Валерьевичу удалось в рамках контракта приобрести жилье по военной ипотеке, получить немало льгот и достойное материальное довольствие. Кроме того, контрактнику гарантированы бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях, кредитные, налоговые каникулы и многое другое. Для каждого мужчины важно знать и понимать, что его семья, как тыл, находится в комфортных условиях. И я, как военнослужащий по контракту, могу обеспечить свою семью, своих родных и близких, чтобы они себя комфортно чувствовали. Как подать заявление и отправиться служить по контракту, рассказывает начальник пункта отбора Алексей Савченко. По традиции лекции начинается с вопросов от желающих подписать контракт. Основные из них касаются правил заполнения заявлений, зарплаты социальных выплат. Отдельно проговаривают вопрос о найме жилья за счет накопительной ипотечной системы Министерства обороны. Александр готов подписать контракт уже сегодня. Для этого ему необходимо оформить заявление и пройти медицинский осмотр. Личное дело сформирует в пункте отбора на контрактную службу и направит в воинскую часть. Александр уже имеет воинское звание и навыки, которые необходимы контрактнику-военнослужащему. У комиссара были в военкомате, он объяснил, что направления там различные есть в разные части. Сроки отбора сейчас сокращены максимально. Буквально за день желающих служить по контракту проверяют на наличие уголовных и административных правонарушений. В отличие от срочного призыва, где военнослужащие имеют ряд ограничений, контрактники могут выбирать город и воинскую часть, а также получать льготы, ежемесячное денежное довольствие. Кроме того, военные выходят на пенсию не по возрасту, как обычные граждане, а по выслуге лет или состоянию здоровья. Пенсию по выслуге лет могут получить военнослужащие, когда стаж к моменту увольнения составляет 20 и более лет. Военный достиг возраста 45 лет и имеет общий трудовой стаж от 25 лет, из которых военная служба составляет 12,5 лет и более. Военная служба по контракту – это добровольно, то есть военнослужащий по контракту выбирает и воинскую должность, и место прохождения службы, то есть город и воинскую часть. Для поступления на военную службу по контракту необходимо подать заявку. Это можно сделать, обратившись в пункт отбора, через личный кабинет гражданина на официальном сайте Министерства обороны, через электронный сервис, стать добровольцем или контрактником на едином портале государственных услуг. Заключить контракт можно с 18 до 60 лет. В случае, если у гражданина есть навыки управления транспортной средств категории СДЕ, то мы рассматриваем граждан в возрасте до 65 лет. При заключении контракта на срок от года и более в соответствии с указом президента России военнослужащим предоставляется единовременная денежная выплата. Дальнейшее денежное довольствие состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным званием. Впрочем, когда делаешь свою работу с удовольствием, вкладываешь в нее душу, сердце, когда служба в армии – это не просто слова, а образ жизни. Достойная зарплата – приятный бонус за любимое дело, отмечает Олег Кубышкин. Это, как ни что другое, помогает военнослужащему стоять на защите интересов своей семьи и обеспечивать ей надежный тыл, стремясь к главной цели. Цель какая? Достойная прожить жизнь свою. Ольга Павлова, Константин Головин. События.